Русские новости для человека читающего Есть, конечно, разумные опасения в том, что вы берете в руки книгу, она, в общем, только затратит ваше время или вообще вас ориентирует в каком-то неверном направлении Для этого существует как раз какой-то авторитет, какое-то предложение тех книг, которые действительно вас могут чем-то обогатить, какими-то мыслями Лучше, конечно, читать фундаментальную литературу, которая уже проверена временем К сожалению, для того, чтобы знать, что проверено временем, а что является какой-то профанацией, нужно опираться на какие-то авторитеты Поэтому я пытаюсь предложить некое авторитетное суждение о том, что стоит читать и в какой степени стоит читать, в какой степени стоит учитывать Есть масса книг, которые действительно бесспорные, русская классика С этого все начинается, человек, который не читал Пушкина, Достоевского, поэзию Пушкина, Лермонтова, Есенина Является ущербным и не вполне русским, потому что он не знает, а что же такое русское на самом деле И когда он начинает чтение с каких-то зарубежных авторов, он ничего не может понять Он берет в руки какого-нибудь Эволу, изумляется и думает, что вот здесь-то он и нашел какое-то мировоззрение И даже с презрением потом смотрит на какие-то русские произведения Да он не в том пути пошел То есть вот всех этих какого-нибудь там Генона или там Эволу или каких-то других экстравагантных авторов западных Понять в правильном ключе невозможно, если вы не читаете русскую литературу Если вы не читали Пушкина, Капитанскую дочку, ну о чем тогда вообще говорить То есть вы вообще даже с русским языком не познакомились с его основами, с русским сюжетным мышлением А все ведь с этого начинается Вы осваиваете сначала в молодости, ну если не успели в молодости, то сейчас осваиваете какие-то сюжетные ходы Сюжетные, компактные изложения событий, изложения истории А потом переходите к пониманию русской истории, русской мысли Все это вот эти связанные, сюжетно связанные, отдельные какие-то фрагменты действительности Они представлены в основах русской литературы Если вы с ними не знакомы, то вам затруднительно вообще что-либо читать И очень трудно понять русскую историю С этого, конечно, все начинается И правы те, кто рекомендуют начинать с русской классической литературы С русской классической поэзией Ну неплохо еще ознакомиться и с какими-то другими достижениями русскими Неплохо бы сходить в Третьяковку Вот я недавно был, и это просто как родной дом Я там, не знаю, наверное, треть картин узнаю Потому что я их уже многократно видел И когда их еще раз видишь в реале, не на каких-то там картинках, репродукциях То ощущаешь, что это все твое Вот все эти образы, они создают твое мировоззрение, твое мироощущение Если в Питере, то надо идти в русский музей И желательно не по одному разу понять, что там происходит Что это за... Почему все это является нашим национальным достоянием Русская музыка Как без этого обойтись? Без Чайковского, Мусоргского, Сверидова Невозможно Все это русское мировоззрение К нему хотя бы нужно прикоснуться Хотя бы как дилетанту Никто не говорит, что надо становиться литературоведом Или искусствоведом, музыковедом Но прикоснуться к этому необходимо в какой-то момент своей жизни Если вы до этого не успели прикоснуться к русскому национальному достоянию То никогда не поздно Можно прямо сейчас Завтра поехали в Третьяковку, взяли билет Не так уж дорого это стоит В сравнении с ценами в магазинах И можно это все Можно освоить И можно приобщиться к русскому духу Вот в тех выдающихся произведениях Которые размещаются в галереях Или к тому, что звучит в залах консерватории Или в каких-то других концертных залах Все это необходимо Но мы, поскольку все-таки больше занимаемся интеллектуальным творчеством Книгами То рекомендуем вам книги От имени русских новостей Тех, кто заинтересованно смотрит эти новости И кто их создает И создает их основу Потому что мы опираемся на русское национальное мировоззрение Когда описываем какие-то события Оцениваем какие-то события И даем рекомендации Как жить Как в этой среде Русскому человеку существовать Как русскому народу выживать Книга, которую я рекомендую Это известный теперь уже историк Дмитрий Зыкин Называется «Запрещенная экономика» «Что сделало Запад богатым, а Россию бедной» Вот такая книга Вот такая книга Выпускается она Вышла она вот только что Это 2016 год Издательство Питер Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Киев, Екатеринбург, Самара, Минск То есть книжка будет продаваться во многих местах Вы сможете ее купить Ну, наверное, проще в нынешних условиях Заказывать книжку через интернет-магазины Чтобы не шарить на книжных полках Вот это достойная, достойная литература Которую стоит читать Книжка читается Я все еще не успел ее прочесть Вот только что я получил от автора Книжка читается очень-очень бодро Потому что написана очень живым языком И очень основательно аргументирована Со ссылкой на определенные источники Которые тоже являются достоверными Со ссылкой на статистику Со ссылкой на работы историков То есть это история, изложенная Не сухим языком исторических манускриптов А живым языком современной жизни Вот и здесь речь о том Как, почему действительно Россия оказывается такой бедной В условиях невероятного богатства И все связано с тем, что в России борется Интернационал с силами Которые пытаются установить протекционистский режим Для российского предпринимательства Для российской экономики И здесь вот автор пишет Что весь латиноамериканский механизм Воспорядился в России до мелочей Порой трагикомических Что произошло в Латинской Америке Промышленность не появляется в результате действий Свободной рыночной стихии И участия в мировой конкурентной борьбе Это было доказано на опыте множества стран Капитал тут же утекает в немногие прибыльные сферы А вся остальная экономика гарантированно уничтожается Это то, что происходило в Латинской Америке Сто раз уже рассмотрено и ясно Но весь этот латиноамериканский механизм Путинская группировка До того Ельцинская Воплощает в своей деятельности Поэтому мы такие бедные Впрочем, нынешнее наше состояние Это типичная неуколониальная ситуация Так что удивляться не приходится Мы все знаем, что ситуация просто аховая А правят страной просто наши враги Но нам надо разбираться в деталях и во многом другом Ну, например, вот эта книжка выходит не только под авторством того, кто ее написал Вот издательство Питер, между делом, хочу пристыдить Ну, как можно испещрить всю книжку, достойную книжку Где должно быть имя автора, Дмитрий Языкин, именем Николая Старикова Николай Стариков – это мозгоблуд, самый типичный Который в истории не разбирается вообще Все его сочинения – это высосанные из пальца глупости Которые сочетают между собой то, что общеизвестно С какими-то дикими, совершенно фантастическими выдумками Это безумные книги, которые достойны только мусорного ведра Я прочел одну Больше никогда читать Старикова не буду Ну, еще это просто пособник нынешнего оккупационного режима Вы, господа из издательства Питер Испещрили всю книгу этой Стариковщины И даже на обороте, где содержание изложено, написано Николай Стариков рекомендует прочитать И там все главы, все главы описаны Снизу, с уважением Николая Стариков Как будто это он написал все это Что это за вранье И подпись Николая Старикова И на лицевой книжке Николай Стариков И внутри открываешь Николай Стариков Николай Стариков Еще Николай Стариков С предислоем Николая Старикова Ну, я увидел предислое Николая Старикова Взял так несколько страниц, просто выдрал и выбросил. Я не стану читать бреднее человека, которого не просто не уважаю, а считаю человеком абсолютно лишенным какого-либо интеллекта. Вот наглости там хоть отбавляй. Вот этой путинщине отвратительной хоть отбавляй, взял, выбросил, выкинул. Я посчитал специально. Имя Николая Старикова в этой книжке упоминается 13 раз. 13 раз. Видите, на обложке раз, два, три, четыре. Четыре раза на обложке. Имя Дмитрия Зыкина на обложке указывается однажды. И внутри, в исходных данных, в сумме четыре раза. Четыре раза упоминается автор. И 13 раз вот этот, извините меня, не до делок, не до историк, не до общественный деятель, не до кто. Вообще просто такой мелкий песик, нанятый или прикормленный ныне действующим политическим режимом. Это просто стыд и срам, господа, из издательства «Питер». Но тем не менее, несмотря на то, что это издательство везет себя позорно в этом отношении, раскручивая бренд, они, видимо, очень много заплатили за то, чтобы Старикова сделать человеком известным. Я считаю, что эту книгу надо покупать. Ну вот, в своей библиотеке я прочитаю, буду ее хранить жирным маркером, замазав все упоминания Стариковой. Чтобы если в моей семье или моих друзьях кто-то возьмет эту книгу, чтобы этого паскудства здесь просто не было. А содержание книги интересное, и я рекомендую ее. Рекомендую. Как Россия стала неожиданно Латинской Америкой. Вот как она неожиданно стала, автор дает вопрос. Уже говорилось, что европейские страны, вырвавшиеся в индустриальные лидеры, широко использовали меры защиты своего внутреннего рынка и лишь поднявшись, взялись убеждать всех остальных в необходимости свободной торговли. И не только убеждать, но и заставлять других идти по самоубийственному пути. Нас заставляют, причем собственное правительство заставляет, потому что это не собственное правительство, это чужое правительство. Нам навязали чужую власть, и она нас убеждает, что у нас должен быть открытый рынок, у нас должна быть интеграция в мировую экономику, у нас должны быть инвестиции западных и восточных, кого угодно сюда сползем, и пусть они занимают нашу землю, используют наши трудовые ресурсы, используют наши природные богатства. Вот это все, все то, что сейчас проводит ныне действующий правительство, конечно, является враждебным для поднятия российской экономики. Она никогда не поднимется, никогда при этом правительстве, никогда. Об этом в книге не говорится, но это следует, из нее мы делаем прямой вывод, что не нужна нам никакая интеграция, нам нужно обособление и протекционизм. Тогда мы поднимемся, и вот когда мы поднимемся, мы будем убеждать США, откройтесь, откройте свой рынок, прекратите всякие санкции, прекратите всякие заградительные пошлины, откройтесь, у нас будут российские товары на таком уровне, что мы счистим вашу экономику, обратим ее в ноль. Вот тогда можно открываться и убеждать, пожалуйста. Но сейчас нет, сейчас здравая политика это закрыть, закрыть Россию для чужих для нее товаров и использовать ее только в том случае, если вот уж позарез, вот без этого совершенно никуда. Вот вроде как начались санкции, нам стали говорить, то как хорошо-то, боже мой, мы сейчас разовьем свой внутренний рынок. А раньше вы где были, господа, где вы были, господин Путин? Может надо было пораньше как-то начать шевелиться или самим ввести внутренние санкции? Нет, это, оказывается, Запад ввел санкции, нам сразу стало легче, сразу стало хорошо. Ну так вы ввели бы 15 лет назад, господин Путин, когда вы пришли к власти, ввели бы эти санкции сами к себе, закрыли бы российский рынок для иностранных товаров? Вот уж, нам какое бы счастье бы подвалило и хотя бы российское сельское хозяйство поднялось бы. Так нет, но этого нет и не будет по причине того, что правление абсолютно враждебное. И спасибо, спасибо за санкции, надо только пожестче, чтобы они были, может быть действительно российское предпринимательство поднимется. Но нет, российская бюрократия не даст ему это сделать, все будет утоплено, удушено. Мы же видим, что не из-за санкций гибнет Россия, не из-за иностранных санкций, а из-за санкций, которые наложены на нее ныне действующим режимом. И той бюрократии, которая просто высасывает из предпринимателя все соки. Предприниматель хочет предпринимать, создавать действующие предприятия и выпускать товары и обеспечивать население услугами. Бюрократ хочет на этом наживаться. А верховная власть выступает на стороне бюрократа. Мы, русские люди, должны быть против бюрократа за предпринимателя, настоящего предпринимателя, организатора производства. Ничего этого в Российской Федерации нет. Российская Федерация, как некая имитация государства, это структура олигархии, враждебная всякому предпринимательству. Это просто грабители, которые пришли к нам. Я так интерпретирую, это не написано в этой книге. Здесь дается аргументация для того, что я вам сейчас говорю, перевожу те сообщения, которые здесь есть, на язык политический, который нам необходим для того, чтобы мы имели хоть какую-то перспективу освободиться от того рабства, в которое нас ввергли. Все знают о катастрофическом поражении непобедимой армады испанской 1588 года. Испанцы поставили амбициозную цель высадить свою армию на территорию Англии и захватить Лондон. Но, как известно, морской поход обернулся оглушительным позором. Это правда. Но правда и то, что, окрыленные успехом, англичане вскоре собрали свою великую армаду и поплыли с ответным визитом в Испанию. Вы знаете что-нибудь об этом? Вот историк вам сообщает. В составе флота было 6 галеонов, 60 вооруженных торговых транспортов, 60 голландских легких кораблей, 20 еще каких-то кораблей Пинос. Всего 146 кораблей, на которых находилось порядка 23 тысяч человек. Для сравнения, испанская армада насчитывала 130 кораблей и 30 тысяч человек. То есть сравнимые по численности. В 1589 году, то есть на следующий год, англичан ждал форменный разгром. По разным оценкам, они потеряли до 20 тысяч человек. Примерно такие же потери были у испанцев годом раньше, во время поражения их непобедимой армады. Поэтому путь Британии к статусу владычицы морей и положению ведущей индустриальной державы мира был долог и мучителен. Это была политика, сложная политика в течение многих лет. А вовсе не какая-то однократная победа. Поэтому нам, Российской Федерации, а точнее России, нам, в общем, Российская Федерация даром не сдалась. Нам нужна историческая Россия. Нельзя рассчитывать на то, что мы однократным каким-то действием, вот сломаем шею вот этой олигархии и сразу у нас, мы станем великой державой. Нет, нам надо постоянно будет откручивать головы вот всему этому варью, который будет постоянно нарастать и самовоспроизводиться в Российской Федерации. А мы должны выкашивать их постоянно. Но сначала, конечно, надо сломать голову олигархии и установить русско-национальное государство, русско-национальную власть. Но борьба будет долгой для того, чтобы восстановить свой статус на мировых рынках. И это потребует огромных интеллектуальных производств, организационных усилий. А здесь сказано о том, как Англия становилась ведущей державой не только военными победами, не только хитростями. Лондонских банкиров много государственных усилий было потрачено. Далее идет рассказ о Португалии, Испании, митрополии, предвосветившей судьбой в своих колониях. Их проблемы. Вот описывается то, что происходило здесь. Россия. Борьба за протекционизм. О протекционистской политике российских государей. Начиная с Михаила Федоровича Романова. Здесь приводятся данные из исторических источников. И каждый может прочесть и увидеть, что в России постоянно шла борьба между космополитами и интернационалистами с одной стороны и национальными силами в лице русских государей. Поэтому русские государя были защитниками русского предпринимательства, российской экономики в целом. Протекционизм Николая I, XIX век. Здесь также подробно говорится о тех действиях, которые предпринимались. Великая Отечественная война 1853-1856 года, которая в простонародном, можно сказать, обиходе имеет название Крымская война. Отчего она возникла? Именно от того, что Николай I проводил протекционистскую политику. А мировые державы, империи, стремились к тому, чтобы Россия перестала быть империей. И протекционистская политика была свернута. Это им не удалось. И Крымская война, кто-то считает, что она была сплошным поражением. Из большевистской литературы это все можно подчеркнуть. На самом деле это, конечно, вранье. Они не смогли три величайшие державы сломить Россию. И все, что они смогли, это бились лбом защитников Севастополя. Разбили этот лоб в кровь. Увидели силу русского духа и русского оружия. И вынуждены были отступить. Они-то хотели, в общем-то, мировой войны. Они готовились наступать не только со стороны Крыма. И Австрия готова была вступить в войну. Но они разбились, разбились, вдребезги разбили свои алчные физиономии о Севастополь. Поэтому Севастополь город русской славы. Вот с тех пор и лобили русского флота. Несмотря на то, что в тот период пришлось его затопить и создавать потом новый флот. Не была эта война проигранной. Не было проигранной. Оставили Севастополь, но это не означает, что русские земли отошли каким-то иностранцам. И Россия оказалась слабой стороной. Да, пришлось где-то отступить. Но потом, как говорили наши выдающиеся государственные деятели, Россия сосредоточилась. И все эти подписанные трактаты по итогам Крымской войны очень скоро выбросила в мусорное ведро. Россия как была великой державой, так и осталась. До момента прихода большевиков, когда Россия стала не русским государством. Ну, хотя бы была государством, а теперь и вовсе не государством. Два Александра и Николая. Свободная торговля или протекционизм. Вот здесь борьба уже шла, потому что экономика развивалась. И мощные силы включились за то, чтобы вскрыть Россию и сделать здесь площадку для интернационала. Русские государи этому противодействовали всеми возможными силами. Царская Россия, протекционизм на финишной прямой. То есть до последнего русский государь Николай II сопротивлялся всякому внедрению в Россию экономического интернационала. Не все ему удалось сделать, потому что измена трусости и обман его окружали не только в момент, когда его арестовали и объявили о том, что он отрекся от престола. Но и в предшествующие годы борьба шла не на жизнь, а на смерть. И вот это закончилось для государя смертью, его смертью и всей его семьи. Поэтому мы должны понимать, кто и с каким усердием борется против России, против того, чтобы в России была независимая экономика. Здесь, вот говорится, еще одна глава посвящена Сикорскому, известному изобретателю самолета Сикорского, символ царской России. Об этом почти никто не знает ничего, поэтому считают, видим, что авиация вообще возникла вместе с приходом большевиков. Это не так совершенно. И на самом деле авиация зародилась в Российской империи. Там успешно развивалась и создавались самолеты, которые устанавливали мировые рекорды. Протекционизм по-японски, тайвански и южнокорейски. Чужой опыт тоже надо использовать и надо понимать, что в нем есть много чего ценного, что мы можем зачерпнуть. К сожалению, ничего ценного, что бы делало правительство Ельцина и правительство Путина, нет протекционизма, нет никакого в их деятельности. Но зато у нас есть исторический опыт, наш собственный, и опыт других стран, который позволяет в случае прихода к власти национальных сил изменить экономическую политику принципиально. И очень быстрый экономический рост нам в этом случае обеспечен фактически одними административными решениями. Больше нам ничего не надо на первом этапе. Конечно, мощность экономики будет связана с теми открытиями ученых, которые надо будет внедрить в экономическую систему. Но в первый момент мы, избавившись от олигархии, уничтожив этот гибельный экономический механизм и утвердив протекционистские меры, мы, конечно же, станем мощнейшим государством в мире. Можно сказать, однократно. В течение полугода, максимум двух лет, просто принципиально изменится ситуация, и каждый из нас почувствует это в своей собственной жизни, потому что доходы каждого из нас возрастут в разы, не на проценты, а в разы. И это всего лишь от того, что изменится государственная власть. Всего лишь. Но для того, чтобы это всего лишь состоялось, русским надо взять государственную власть. Исследовать своему историческому опыту и опыту других стран в защите своих внутренних рынков, своих внутренних производительных сил. Далее автор обсуждает протекционизм и Всемирную торговую организацию. Путинистам я напомню, ну, они вряд ли будут смотреть, но вы им можете напомнить, что в ВТО мы вступили волей Владимира Путина. А это решение прямо антинациональное, прямо предательское. И вы все, кто поддерживает Путина, являетесь предателями, потому что вы фактически у каждого из нас, у каждого гражданина вынули из кармана какую-то сумму денег за счет того, что вы своего поддерживаете лидера Владимира Путина, а он поддерживает мировую олигархию, включив Российскую Федерацию в состав ВТО. Ну, вот целиком книгу я пока еще не могу откомментировать. Вот некоторые вещи я откомментировал, и, может быть, еще из финальной части прочту. Протекционизм – это тонкий инструмент, требующий точного расчета, дифференцированного подхода к различным отраслям, умения планировать и правильно оценивать конъюнктуру рынка. Им невозможно эффективно пользоваться, не обеспечив подавление коррупции. Вот это очень важно. А Путин – это глава коррупционеров, просто так, ультракоррупционер. В противном случае льготные кредиты будут выдаваться тому, кто предложит больший размер взятки. Так оно и происходит в Российской Федерации. То же самое произойдет и с введением высоких пошлин на импорт, квотированием и тому подобное. Предприятия вместо модернизации превратятся в заповедники отсталости, а народ будет жить в нищете. Так, собственно, и произошло в ряде стран Латинской Америки, которые во второй половине XX века пытались применять протекционистские меры, но получили огромные долги, неустойчивую экономику и нестабильную социальную систему. Все прямо как у нас. Потом, разочаровавшись в протекционизме, они качнулись в другую крайность, в беспредельный либерализм. Но, как и следовало ожидать, потерпели неудачу. Ни одна латиноамериканская модель, даже широко разрекламированная чилийская, не обеспечила таких же показателей устойчивого роста, как в Южной Корее или Японии. И это тоже урок для нас. Итак, еще раз предлагаю купить, заказать в интернет-магазине или найти в книжном магазине и прочесть книгу Дмитрия Зыкова «Запрещенная экономика. Что сделала Запад богатым, а Россию бедной». Вот эта книга. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok